Отделение велосипедного спорта – гордость Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. Если брать воспитанника в это отделение еще с тех времен, когда у нас был не филиал, а училище Олимпийского резерва, то имена Константина Севцова, Ольги Антоновой, Романа Романовой, его тезки Тишкова, Инны Савенко говорят о плодотворной работе наших тренеров, которые и сейчас продолжают готовить новую плеяду веломастеров. В ноябре, правда, в велосезоне наблюдается некоторое затишье, но еще остались гонки, в которых могут принять участие наши земляки, а именно в каких мы узнаем из интервью старшего тренера отделения велосипедного спорта Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва и, между прочим, первого директора тогда Мозорского училища Олимпийского резерва Алексея Тихоновича Овчаренко. В этом году, возможно, в календаре есть приз Целинской в декабре месяце, в начале декабря, но пока эти соревнования под вопросом. Последний старт у нас был, это не по линии училища, по линии училища вы присутствовали, когда здесь было первенство училищ, а наши спортсмены последний раз стартовали на спартакеаде ДЮС США по треку, среди ДЮС США на республике. Значит, у нас участвовало там 8 человек. Лучший результат было четвертое место у Олега Новика в гонке «Скрэч». Ну, в принципе, на треке пока еще сложно бороться. Мало практики, к сожалению, на треке у нас ребята молодые. И сейчас идет подготовка к следующему сезону. Радует тот момент, что сейчас очень сбалансированный состав у нас. Ребята вышли уже на определенный уровень. Как показал контрольный старт на первенстве среди училищ республики, они вышли уже на определенный старт. То есть уже на следующий год ставим мы задачи более высокие, чем ставились в этом году. Кроме того, стоит выделить выступление наших велосипедистов на чемпионате Европы по велотреку в Берлине, который проходил в октябре. Там из числа воспитанников Мозорского велоспорта выступали Владислав Новик, Роман Романов, его тезка Тишков, Инна Савенко. И пусть медалей на этот раз не было, участие в главном континентальном старте года – показатель. Отметим и несомненное усиление тренерского штаба отделения велосипедного спорта Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва в лице Евгения Викторовича Сенюшкина, легендарного белорусского велосипедиста, первого отечественного профессионала, принявшего участие в супервеломногодневках Джереда Италия Вуэльта. Я сейчас работаю тренером вместе с Алексеем Тихоновичем Овчаренко и Михаилом Алексеевичем Полушкиным. Работаю с группой велосипедистов. Мы тренируем детей уровня, то есть юниорский уровень. Готовимся к следующему сезону, потому что цель попасть в штатную команду среди юниоров, ну то есть попасть в нас команду для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. Евгений Викторович работал и с национальной командой, с ведущими велосипедистами страны, гонщиками мирового уровня. Как-то, например, Василий Кириенко – один из лучших велосипедистов мира в раздельном старте. И вот каково Сенюшкину работа с юными велосипедистами. Интересно ли ему, мастеру высокой квалификации, знакомить мальчишек и девчонок с азами профессионального спорта? Конечно, с детьми работать намного интереснее, чем со взрослыми спортсменами, которые уже в принципе готовы. Там работа чисто организационная, можно так сказать, или, можно сказать, творческая, тонкая, подводящая. С детьми попробовать вытренировать из ребенка настоящего чемпиона – это очень-очень сложно и очень интересно. Ну что же, пожелаем Евгению Викторовичу успехов на тренерском поприще, еще больше, чем он познал в качестве спортсмена. И обещаем пристально следить за достижениями наших велосипедистов, которые когда-нибудь обязательно доедут до Олимпийских игр. И, может быть, это будет уже в 2020 году. Субтитры создавал DimaTorzok